Всем привет! Добро пожаловать в рубрику «Как сделать что-то в Роблоксе за одну минуту» И вот меня, как вы видите, спрашивают Привет! Подскажи, как анимировать игровые объекты Такие как потоки воды, эскалатор, травелатор Что там еще? Конвейер можно сделать Ну, на самом деле, я уже кучу придумал других возможностей Итак, запускаем, смотрим, что мы сегодня будем делать Сейчас смотрим на готовый пример Так, видно, что у воды несколько потоков Так, и вот видно реалистичные флаги Place можно будет скачать и посмотреть конкретные скрипты у каждого флага Ну, а мы с вами будем делать сейчас что-то свое А вот этот вообще не флаг получился, а баннер И как бы мы камеру не поворачивали, он специально повернется лицом к зрителям Это очень удобно, когда вы делаете... Так, эту штучку мы тоже посмотрим попозже Итак, делаем флаг Все очень просто Мы воспользуемся такой штукой, как BIM LUTCH Так, где мы будем делать наш флаг? Ну, давайте будем делать где-то вот здесь Создаем древко для нашего флага Нужно было заготовить мне, наверное Ну, давайте пусть будет Такой Сойдет Так, после этого давайте переименуем сразу Лег А скрипты я вам покажу в этом же уроке и объясню А для нашего флага, который мы сейчас делаем Мы просто будем добавлять Так, сначала нужно добавить два оттачмента Оттачмент Один добавился И давайте мы его сразу пододвинем Здесь у нас будет находиться наш флаг Так, и давайте Ну, точнее, крепится будет наш флаг Так, я потоньше сделаю Ну, на самом деле это, наверное, не важно Так, и давайте сразу добавим второй оттачмент Вы знаете, что оттачменты Не обязательно должны касаться Объекта Так, это первый, второй Их можно не переименовывать В данном случае, если мы ими не будем управлять Мы будем управлять не ими, а мы будем управлять нашим лучом Бим Так, ну давайте я его Где-то примерно на уровень нашего Прежнего Так, давайте посмотрим А, зачем я так сделал? Нужно было сдублировать просто Ctrl D Сдублировали И теперь дубль выдвигаю вперед Между этими двумя оттачментами У нас будет наш флаг находиться Так, теперь давайте создаем бим Бим Настроим наш бим Кстати, знаете, как быстро в менюшке Неважно, где вы находитесь Быстро открыть там Бойство, пропертис Любое На любом месте нажимаем правую кнопку И выбираем, например, пропертис Отлично Не нужно бежать ни в какую вкладку Так Бим Настраиваем бим У бима нужно настроить Оттачмент 0 Кликаем на начало Оттачмент 1 Кликаем на конец И вот наш флаг Очень смешной Появился Так Нашему флагу чего не хватает Ну, во-первых, понятно Цвет выбираем Кстати, запомните Если вы будете делать флаг с текстурой Вот тот флаг, который я вам сейчас показываю Это не флаг с текстурой Ну, до него мы дойдем Так, давайте пока не текстура Давайте пока какой-нибудь цвет И цвет, видите, как интересно выбирается В биме Не просто какой-то цвет можно выбрать Можно нажать три точки И это будет некая лента Которая будет растягиваться И плавно будут переходить цвета Первый цвет уже выбран белый Я здесь кликаю Появился треугольник Выбираю, например, желтый цвет Не важно какой Так Кликаю в любом другом месте Выбираю Еще один цвет Например, красный А здесь кликаю Выбираю цвет, например, зеленый Потом можно Эти Границы градиента Вот эта штука называется градиент Можно подобрать то, что вам нужно И все На этом мы оставляем Вот флаг у нас такой будет Давайте мы его сделаем шире Теперь Так Так Про текстуру отдельно поговорим Прозрачность Он вот сейчас полупрозрачный Просвечивает наполовину Так Ага Вот мы подошли к ширине Ширина у первого У нулевого оттачмента Давайте сразу будем печатать Я печатаю, например 10 Видимо, можно сделать флаг В виде треугольника И он будет работать Просто не указываем Здесь можно 0, интересно Да, вообще получается треугольный флаг Я тут писал урок Про NPC-шек Которые бегают по маршрутам Я там замучился делать Эти уродливые флаги Как на сайте Роблокса Вот такие флаги реалистичные Гораздо лучше Я в играх их не видел В Роблоксе Но наверняка в каких-то играх есть Я вообще люблю реалистичные штуки Чтобы были реализованы На плейсе Так Треугольный давайте не будем делать Давайте сделаем все-таки Опять BIM настройки Это BIM Ширину делаем здесь 10 И здесь 10 Окей Чтобы Так Ладно Отрегулируем Не хочу двигать аттачменты А так можно было бы подвинуть аттачмент Во, отлично Вот у нас такой флаг Что за вот эти вот настройки Curve Size 0 и Curve Size 1 Если вы посмотрите Ну если вы знаете Что такое линия без Е Это построение Очень хитрых линий По двум точкам И по Неким углам И вот Мы можем менять угол Вот давайте сверху смотрим На наш От минус 10 До плюс 10 На самом деле Это какие-то свои величины Это не имеет отношения Ни к радианам Ну можно вас выгнуть Как угодно И вы уже видите Что этот BIM Его можно использовать И как баннер Какой-нибудь красивый Как декоративный элемент Даже можно из него сделать Гусеницы вашего танка Представляете Вы из нескольких BIM Соедините такое кольцо Пустите по нему текстуру Вот сейчас я расскажу Как текстуру делать И все будет классно работать Ну что Я считаю Что за минуту Мы сделали флаг Если бы я не рассказывал Ничего другого Даже быстрее Так Что же еще Я могу вам рассказать Ага Вот такая штука Есть очень интересная У BIM Галочка Называется Face Camera Это означает Чтобы как мы не вращали камеру Он будет стараться Все время Оказаться Лицом Перед нашей камерой Если я сейчас Уберу Точнее Если я сейчас Запущу Roblox Это будет Лучше выглядеть Потому что в редакторе Тут неправильно Показывают вам Смотрите Русский флаг Уже превратился в баннер А вот эта штука Уже начала правильно работать Почти правильно Ну из-за того Что я углы там сделал Вот эти Курвы 0 и 1 Он вот такие вот Выкрутасы Он пытается Показать нам В камеру Какую-то свою часть Давайте я попробую А сейчас по-живому Попробую Так Он у нас Называется Flag Beam Давайте посмотрим Раз в игре Детализация правильно идет Мы здесь все и посмотрим Так Ну я 0 делаю И здесь тоже делаю 0 Вот Да Вот этот флаг Он будет Все время нам показываться Только если я Его attachment Так вот это Второй attachment Я его сдвину Допустим вниз Первый attachment Сделаю вверх Ну в общем Для таких вещей Как баннер Наверное Это все работает Так Давайте смотрим Ага Баннер все время Лицом к камере Помните Как есть такие Диалоги Забыл как они называются Которые всегда лицом Тоже показывают вам Текст над головой Допустим персонажей Я в некоторых уроках Использовал Но смотрите Нам древко У нас же посередине Эти attachment Нам вот эта вот Древко Деревянная палка Мешает рассмотреть Для этого есть настройка В BIM В BIM И тут есть Z offset И можно пододвинуть По оси Z Относительно Его текущего Положения Можно вот так сделать Минус 1 Он будет за Где-то там сзади Мы этим z-indexом Z offset В данном случае Мы его двигаем вперед И теперь у нас Отличный баннер Мы здесь можем Пустить текстуру И текстура будет Например Показывать Логотип команды Ну как вы поняли Вот этот флаг Я сделал Без всякой текстуры Просто Градиент настроил Белый, синий, красный И так далее Но он довольно сложный Так Давайте посмотрим Какой у меня Тут флаг Ладно Я думаю С флагами Вы разберетесь Я вам еще Обещал проскриптер Скажу Так Теперь давайте Посмотрим Как у нас Попробуем повторить Течение реки В принципе Для того Чтобы сделать Течение реки Достаточно Одного Парта Давайте Даже размер Не будем менять Вот обычный парт Я не буду делать Как здесь Здесь я сделал Удобство Смотрите Я хватаю Так Я хватаю Одну часть Нашей реки И она Меняет Положение Аттачменты Не так очевидно Можно двигать Понятно Поэтому ладно Я все таки Сделаю Тем более Я был в игре Все это стерлось Сейчас я в редакторе Итак Создаем парт Парт Так Хочу его на землю поставить Так И давай Дублируем Переименуем его Что мы будем делать Давайте сделаем Какой-нибудь Не знаю Какую-нибудь Дорожку Дорожку беговую Спортивную Так Ну пусть называется Спорт Спорт 0 Я по аналогии Называю Начальную И конечную Для аттачмента Спорт 0 И спорт 1 Переименовали Так Теперь Добавляем Аттачмент К первой И добавляем Аттачмент К принимающей стороне Аттачмент Ок Теперь добавляем Тоже в любую Давайте Раз с нуля Начинается поток С нулевой Добавляем наш бим Бим переводится Луч Здесь даже нарисовано Что какой-то Излучатель Так Нужно настроить Наш бим Опять Аттачмент 0 Прикрепили Аттачмент 1 Указали Так Что-то Ребят Я не туда Наверное Тыквы А Здесь Нужно Наверное Указать Так Аттачмент Вот Ага Подключилось Теперь И вот здесь В аттачмент Все Отлично Так Вот Кстати Интересно Видите Вертикально У нас Расположен Это очень Здорово Сейчас Эффект покажу Классный Так Давайте Теперь Текстурки Подгрузим Так Пусть у нас Будет не вода А Футпринт Например Следы Следы Ног Человеческие Неважно Какие Так Что-нибудь Покреповые Ну Это Уже Креповато Ну Давайте Вот Эту Кровавый След Правая Кнопка Копируем Отсет ID И сейчас Идем В нашу Текстуру Так И у нас Вверху В свойствах Есть Текстура Правая Кнопка Нажимаем Enter Чтобы Преобразовалось В правильное Имя О Видите Автоматически Добавился Префикс Так Теперь Давайте Чтоб мы Что-то Увидели Так Ребята Это я В какой-то Флаг Добавил Посмотрите Что за Безобразие Началось Отменяем Флаг Закрываем Прошу прощения Что я Торможу Немножко Так Ок Вот Что-то Уже Тут Идет Как вы Помните Нужно Отрегулировать Ширину Давайте Ширину Сделаем Например 15 И 15 И Теперь Видно Что Мы Можем Спокойно Двигать Детали У нас Аттачмент Присоединен К детали И очень Легко Настраивать Допустим Так Что делать Аттачмент Нужно Повернуть Ротейт Давайте Повернем Вернем Как-нибудь Например Вот так Посмотрите Какие Можно Эффекты Делать Интересные Давайте Еще Попробуем Повернем Да Ну Спираль Спираль Не очень Получается Но Кстати Давайте Я запущу Сейчас Игру В игре Возможно Отрисовка Лучше Там Детализация Автоматически Лучше Включается Кстати Если у вас Мощный Компьютер Ага Так Появились Зубчики Давайте Посмотрим На эти Зубчики Тоже Вживую Где У нас Наш Спорт Спорт 0 На Если Хотите Можно Выбрать Две Детали И Потом Сделать Групп Если Вам Не Дают Сделать Группировку То Нужно Убедиться Что Вы Выделили Не Только Вложения Оттачиваем И А Выделили Только Детали Только Тогда Их Можно Сгруппировать Как Остальные Text Мне BIM Нужен BIM Смотрим Теперь Свойства Скорость Текстуры Здесь Вы догадаетесь Что Можно И назад Пустить Здесь От Минус Одного До Плюс Одного Но Можно Сделать Еще Быстрее Движение Текстуры Так Давайте Со Ступеньками Разберемся Ступеньки 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 Вот Внизу Есть Количество Сегментов На которые Наша Видеокарта Ну Роблокс Разобьет Для Видеокарты Давайте Сделаем Например 30 Сегментов Так Ну Стало Плавнее Но Я так Понял Спираль Все-таки Такая Не Поддерживается Если Вы Действительно Хотите Красивую Спираль Делать Вам Придется Спираль Сделать Из Кусочков Из Нескольких BIM Которые Состыкуете Потом Отрегулируете Скорость И Текстурки Так Ну Понятно Так А если Мы Сделаем Например Два Сегмента У 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 Я Сделаю Отмену Так Ага Мне Нужно Другой Аттачмент Повернуть Поворачиваем Все Хорошо Кстати Вы Поняли Как Делается Вода С Движениями Сейчас Давайте Сделаем Прозрачность Сначала Опять Идем Настройки В Аттачментах Мы Ничего Не Меняем Аттачмент Это Точки Кому Прицепляются Различные В Роблоксе Так Про Засветление Там Подробно Не написано Излучение Света Вот Стало Очень Белым У 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 Там Конечно Будет Виднее Так Вот Это Визуально У меня Ничего Не Меняет Но Возможно У У У У У Детализация Просто Маленькая Стоит Вот Длина Текстуры Очень Классная Штука Сейчас У Нас Единичка Это Означает Что От Первого От Тачмента До Второго Текстура Только Одна А Что Если Мы Сделаем Две Две Текстуры Ну И Увеличиваются Мы Можем Еще Больше Сделать Так Можно Замедлить Кстати Движение С помощью Увеличения Количества Ну Видите Больше Десяти Текстур Нам Не Дают Поставить А Больше Пяти Даже Текстур Не Дают Ну Ладно Тип Текстурирования Встреч Это Растягивать Есть Статическая Ну Вот Немножко Странно Конечно Выглядит Статическая Подразумевает Что Без Изменения Но Так Как Мы Тут Растянули И Указали Еще Количество То Тут Все Есть Искажение Можно Добиться Идеального Расположения Структуры А Тут Есть Еще Такая Штучка Раб Это Значит Текстура Должна Загибаться Но Тут Я Этого Не Вижу Давайте Посмотрим Может Ширину Если Сделаем Большую Тоже Вот Читаешь Документацию Как Интересно Нет Так Читаешь Документацию Там Не Все Описано И Всплывающих Подсказок Тоже Частенько Нет Так Давайте Кстати Горочку Сделаем Видите Я Угол Меняю Угол Меняется У Первого Оттачмента Это Вот Верх Немножко Можно Второй Угол Тоже Поменять Вот Такой Мостик Но Только Помните Что Это Не Физический Объект Это Как Б Ну Даже Не То Что Обман Зрение Это Как Голограмма Так Человек Человек Ни Один Объект Никогда Не Сможет Хранить В Роблоксе Это Только Визуальная Часть Если Вы Хотите Чтобы По Такой Штуке У вас Ходил Вы Снизу Должны Подложить Невидимый Объект Вот Либо Добавить Вычисления Координат По Этим Кривым По Их Углам И Как То Корректировать Координат Но Это Глупости У нас Здесь Есть Физический Движок Не Надо Придумать Такой Рунды В общем Эти Штуки Я Как Украшение Так Как Мы Сделали Давайте Я Сгруппирую Правая Кнопка Групп Ок Переверпим Переименую Ее Как Спорт Один Допустим Назову Дублирую Сразу Переименовываю Чтоб не путаться Тоже вам Всегда Советую Переименовывать Так Мув И двигаем Ее Немножко Вверх Сдвинул Вверх Помните По умолчанию У нас Прозрачность Давайте Спорт Один Открываем Спорт Ноль У нас Этот Бим Лежит Прозрачность Транспаринси Половинчатая Давайте Сделаем Кстати Вот я вам Еще не сказал Ребят Так Но это я буду Показывать На Это у нас Какая Верхняя Нижняя В общем На верхней части Я хочу Показывать Здесь точно Так же Как свет Можно делать Градиенты Смотрите Вот Половинчатая Прозрачность Вот Можно Сделать Прозрачность Ноль Дальше Прозрачность Вообще Сделать Максимальную Потом Опять Непрозрачную Сделать Потом Сделать Опять Прозрачную И сделать Опять Нулевую Так У нас Ничего не видно Но я Сейчас вам Выше Подниму Все О Или давайте Даже сбоку Немножко Давайте Наложение Пусть у нас Будет Такое Текстурку Я плохую Выбрал Ну Напрягите Воображение В общем Вы поняли Что тоже Градиент Можно указать Некоторые места Где будет Более прозрачной Когда вы делаете Потоки воды Я полагаю Что Когда вода Уходит под камень Можно делать Ее прозрачной Чтоб там Просвечивал Например Песок Или что-то У вас Под водой Вот этими Текстурками Можно бассейны С водой Накрывать Вы сделали Воду Где-то у себя Бассейн В котором плавают Ваши персонажи Вот сверху Положили Бимом Накрыли Все Так Как же теперь Добиваться Красивых эффектов Ну что у нас есть У нас есть Скорость Которую мы уже С вами смотрели Мы можем Немножко Ее изменить Чтобы В первом биме И во втором биме Скорость Немножко уменьшилась Вот как я сделал В воде Ребята Давайте-ка я Турку На красивую Давайте все-таки Какую-нибудь Воду другую Вот я Так Берем Хочу, чтобы она Отличалась Вот это Хорошая Копировать Сет Теперь В бим Его засунем Так И где у нас там Спорт 2 И в него тоже В бим Засунем Сет Так Я еще обещал По скриптикам По флагам Поговорить Сейчас мы этим Займемся Вставил Правая кнопка Так Ну и давайте Я тогда Совмещать буду Объект большой Так Кстати Для эффекта Для красоты Не обязательно Размещать Довольно далеко Можно Можно вообще Почти Вплотную Ниже Опустил Выше Так Ну как-то Вот знаете Эффект не очень Надо один Сделать Вот та Вода Была Лучше Или там Текстурка Даже Получше Вот Ну окей Так Что мы еще Можем Изменить Так Наверное Вот еще Что меняет У меня Искаженная Текстура Воды Потому что Я сделал Пятерку Нет Не пятерку Так Вообще Ладно Ребята Это Эксперименты На вас Остаются Более Вот У меня Вода Получилась По-симпатичнее Так Что же Еще Здесь Можно настроить Интересного Ну понятно Все углы Я вам Показал Face Камера Здесь Наверное Нам Не пригодится Хотя В комментариях Напишите Для чего Это Вообще Можно Использовать Вот У меня Баннеры Только Отлично Получились Которые Поворачиваются Но Вот Тут А Еще Кстати Бимом Можно Показывать След Вот Давайте Запущу Игру Есть Конечно Другой Эффект Давайте Раз уж Я Здесь Чтоб Про него Отдельно Не Рассказывать Или В каких Нибудь Уроках Вот Мы Сейчас Флаги И все Прочее Делали Бимом А Есть Такой Эффект Называется Trail След Это След Который Потихоньку Исчезает Ну Наверное Вы В играх Видели Что Этот Трейл Прикрепляют Каким Нибудь Мечам Волшебным Взмахнул Мечом Быстрое Движение И ты Видишь Такой След Воздух Давайте Посмотрим Как Этот Трейл Настраивается Точно Так же Сделал Два Аттачмента Один Сюда Прикрепил Другой Сюда Как Бим Давайте Найдем Называется У меня Trail Cube Интересно Нам Настраивать Только Трейл Здесь Очень Похожие Вещи Как И В Бим Текстуру Выбрали Длина Текстуры Это Вы можете Поэкспериментировать Но Выглядит Все Точно Так Же Как На Повторяющей Се Воде Я Вам Уже Говорил Так Но Здесь Есть Другие Вот Emission Это Испускание Когда Мы Начинаем Толкать Нашу Эту Штуку Эта Штука Начинает Генерироваться Она Рисует Создает Объект Этого Трейла Но Он Живет Недолго Lifetime 2 секунды Давайте Попробуем 20 секунд Кстати Можете Попробовать Сделать Реальные Я Хотел Для Этого Урока Сделать Следы Человека Но Я Не Нашел Текстурку Правильную И Конечно Лучше Текстурку Со Следами Человека Ничего Нормально Смотрите Сколько Она Живет Сейчас Начнет Исчезать Потихоньку Ну Вот Уже Видно Что Исчезает Так Как Мы Задали Жизнь Этой Штуке 20 секунд Не Увлекайтесь Этим Это Нагружает Видеокарты Конечно По умолчанию Было Две Максимальная Длина Максимальная Длина Это Тоже Должно В стадах Измеряться Но В Биме Например Там Измерялось Количество Текстурок Здесь Попробуем Максимальная Длина Сколько Можно Сделать Максимальная Длина Максимальная Вот 4 И давайте Посмотрим Да Это В стадах 4 стада И Минимальная Длина Которая Генерируется Это 0,6 Стада Минимальная Шкала Тоже Увеличение Так А до скольки Здесь можно От скольки Давайте посмотрим Тоже эффекты Красивые Делать Больше Больше Наверное Чтоб затухал Я сделал Правда Вам Зигзагом Так Давайте Смотрим Ага Во Ну тут уж Я кубик Неправильно Его толкнул Возможно Вы поняли Да Как Все Засасывает Как вороночку Можно Это Отрегулировать Например Вот так Сделать В воронку Чтоб Засасывалось Не сразу Так Я еще Длину Маленькую Сделал Давайте Длину Увеличим Так Close Максимальная Длина Ну пусть будет Десятка Не Десятка Даже Тридцать Окей Да 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 Видно Что Оно Исчезает Можно Сделать Так Потоки Крови Тут Вы Хорроры Собрались Сделать Лента Схлапывается О Мне Вот Этот Эффект Очень Нравится А потом Расхлапывается Потому что Я помните Там в графике Сделал Такой хвостик Еще я сегодня Думал Для чего Это можно Использовать Смотрите Возможно Мы даже Это сделаем Есть лабиринт В котором Генерируется Ну допустим Игра для Двух Человек Ну или Допустим Для четырех Человек Есть небольшой Лабиринтик И в нем Генерируются Кубики Которые ты должен Дотолкать До своего Флага Тебе Всячески Мешают Враги Вот Лабиринт Ты не видишь Как бы Других игроков Но благодаря Этим трейлам Ты можешь Увидеть След Чужого Игрока В лабиринте И узнать Что он Здесь пробегал Так Ну что Осталось Скрипты Посмотреть Давайте Посмотрим На Удачный Флаг Какой Он у меня Тут По счету Весь Код Будет По ссылке Внизу Конечно же Как всегда Сегодня же Так Он у нас Называется Это наш Флаг Который Мы сегодня Делали Кстати Я текстурку Случайно Туда Ложил Помните Ну В любом Случа С текстурами Мы уже Разобрались В биме Вот У меня Есть Флаг С текстурами С моими Любимыми Так А вот Без текстур Вот этот Флаг Я и хотел Показать Смотрим Вот В чем Плюс Например В уроке Который Я про Хождение По маршрутам НПС И по Pathfinding Говорил Там у меня Каждый флаг Состоит Минимум Из двух Элементов А когда Я вырезал Красивый Вырез Сделал Во флажке То вообще Состоял из Трех Элементов Их нужно Было Склеивать А здесь Получается Один Элемент Физический В смысле Ну конечно Два Оттачмента Вот Эти Оттачменты Можно Генерировать Из скрипта Так что Можно Переписать Вот это Все И бим Генерировать Прям в скрипте Ну Вам же хочется Попроще Все это делать Вот мы и сделали Попроще Итак Скрипт Давайте посмотрим Что он делает Понятно Скрипт Берем P Это parent Это значит Флаг P У нас Находится Палка Флага Мне она Нужна Разве Нет Я ее Использую Только чтобы Получить Бим А потом Мы бим Начинаем Настраивать Так Бим Это я здесь Сделал Переменную Занес в нее Силу ветра Если я сюда Занесу сейчас Десяточку Ну или пятерку У меня флаг Будет сейчас Мотаться Давайте я запущу Флаг будет Трепать по ветру Просто как бешеный О Видите как он Ну я такие флаги видел Ну в реале По крайней мере Такое поведение Окей Так А если сделаем Смешную 0 0.1 Он будет еле Шевелиться Вот Нет Не все Здесь шевелится Но Кое-какие движения У него Замедлились Я не везде Эту переменную Использую Но вот сейчас Он выглядит Ненатурально Он выглядит Как кусочка Пластмасски Которая За две резиночки Привязана К нашему Тревку Так Давайте верну Что здесь было У меня здесь Рассчитано 2.1 Нормально В этих переменных Я храню Текущий угол Поворота В BIM Помните В BIM У нас свойства Так В BIM У нас есть Два угла Мы изгибаем Один Как бы Ну Полотно Нашего флага У первого У нулевого Оттачмента На какой-то угол От минус 10 До плюс 10 И Вот второй угол От минус 10 До плюс 10 У второго Оттачмента И вот эти углы Я изменяю Влево-вправо Случайным образом Меняю И Чтобы Эмулировать Чтобы показывать Симулировать Работу настоящего Ветра и флага Я сделал это Без счетчиков Как я Здесь делаю В переменную Заношу Текущий угол Ну вот Который сейчас угол У аттачмента 0 И потом В этот же угол Прибавляю число Но не единичку Допустим А прибавляю Либо минус Сила ветра Либо плюс Чтобы он двигался Отклонялся Либо влево Либо вправо Я еще использую Датчик случайных чисел Вот когда мы так его вызываем Месс-рандом Он выдает число От нуля до единицы Причем дробное И если я умножаю Вот такой Месс-рандом На силу ветра То у меня получается Число Которое Случайное число нам выдается От нуля До 2.1 Дальше я отнимаю Половину Силы ветра Для чего это нужно Для того Чтобы флаг Поворачивался Либо влево Либо вправо А иначе Он бы начал Крутиться У нас По какой-нибудь Часовой стрелке Но здесь Крутиться он Конечно не будет Потому что я вам уже сказал В биме Ограничены углы Мы можем Либо на минус 10 Либо на плюс 10 Повернуть Но это ничего страшного Это украшательный элемент То же самое делаю Со вторым углом Вот это классная штука Функция Возможно вам пригодится Если вы раньше не пользовались Называется Clamp Она Принимает три параметра Я кстати рассказывал про нее У меня есть Обзор всех функций Встроенных в Roblox Посмотрите вообще уроки Много серьезных уроков Мне просто задают Такие Извините Иногда Вопросы Я думаю Неужели Они не видели этих уроков Они видели Какие-то не мои Наверное уроки Где не объясняли Так Давайте MassClamp В Clamp Передаем переменную Передаем допустимое Минимальное значение И допустимое Максимальное значение Если значение Нашей переменной Находится где-то От минус 2 До 2 То мы прям Это значение Без изменения На выходе И получаем И присваиваем Там Наш бим Но Если не дай бог У нас В этой переменной Появилось число Минус 3 То на выходе Будет число Минус 2 Значит Минимально Разрешенное А если у нас А если у нас В этой переменной Не дай бог Появилось число 4 Или 5 То у нас На выходе Будет уже Двойка Так что Я вот этим Свойством Позволяю Нашей Нашей переменной Меняться случайно От минус 2 До 2 И никаких условий Я не использую Я воспользовался Функцией Очень удобно Если бы я здесь Делал условия Например Вот так If Curve 1 Меньше 2 Then Curve 0 Присвоить 2 Ой Если больше 2 Меньше минус 2 Вот такая вот Штука Вот эти условия Мне заменила Маленькая функция Очень полезная Рекомендую Так Давайте я закомментирую Чтоб это В коде осталось Кто-то будет Код Если смотреть Он вспомнит О чем я говорил Ну и все А еще мы меняем Если бы я не менял Давайте посмотрим Запущу Если бы я менял Только углы Давайте я буду Только углы менять Вот посмотрите Вот у нас Красивый флаг Как он сейчас Движется сверху Видно что он То туда то сюда Сгибается немножечко Давайте я вот эту строчку Закомментирую Закомментировал Я В этой строчке Я еще Двигаю Кончик флага Немножко влево Вправо Ну смотрите Вот у нас Как деревянный Сейчас стоит Понятно Как будто здесь Еще одно древко А кстати Знаете Вот на парадах Или где-то Такие две палки Тащат Между ними Какая-то тряпка Висит Вот И ветер Ее немножко Калыш Вот достаточно Добавить вторую палку И будет вот такая вот Штучка Транспарант Ну не транспарант Не помню Ну типа растяжек Такие штуки Вот Ну в общем Не натурально совершенно Да Поэтому Когда я делал флаг Мне пришлось добавить Еще вот эту строчку Это кстати Последняя строка Мы скоро Заканчиваем С вами Что я делаю В аттачменты Которые Аттачмент 1 Я его просто переименовал Аттачмент Старт и Энд Старт Это то что к палке Подключено Ну прикреплено То что дальнее Это Аттачмент Энд Понял Чтобы не запутаться Так вот В этот дальний Конец Я беру Позицию Аттачмента Начального Который в палке А уже к нему Прибавляю Какой-то отступ Отступ в виде вектора Так Тут плохо видно Наверное Что по иксу Я прибавляю Случайно От нуля до пяти Плавно очень Чтобы Так По По Это у нас Игрек Да По игреку Тоже какое-то вычисление Случайно Но это знаете Я подбирал Подбирал Чтобы красиво А вот здесь Третье значение Векторе Оно все-таки Использует Угол Третий Я его Не напрямую беру Я его делю Тут на два И тоже к чему-то Прибавляю Потому что Обычно Когда флаг Загибается Влево Или вправо То нужно Синхронизировать Эти Повороты С углом Насколько он там Поворачивается Иначе будет Очень дерган И так далее Ну здесь вы тоже Можете переписать Может быть Двумя строчками Все это можно сделать Я просто хотел обойтись Без синусов Без косинусов И без всяких функций Поворота Вот Так Ну что Надеюсь я На вопрос ответил Задававшего Ставим Лайки Колокольчик Подписываемся Рассказываем Про канал Там Друзьям Сами пытаемся Что-то делать Посмотрите Вот какие классные Какое удовольствие Доставляет Как бы сказать Эксперименты С эффектами Столько всего Можно сделать Классным Ну все На этом пока Продолжение следует